Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – национальная политика в Советском Казахстане. Сегодня на уроке вы узнаете о основных направлениях национальной политики в Казахской Советской Социалистической Республике в 60-е и 80-е годы. Вы сможете охарактеризовать национальные отношения в Казахстане, изучить противодействие народа продолжению традиций сталинского режима. Вы познакомитесь со статистическими данными и сможете сделать аргументированные выводы о демографических изменениях в Казахской ССР в 60-е и 80-е годы. Национальная политика во многом унаследовала традиции сталинского режима с игнорированием интересов и чаяний национальных культур. Спецпереселенцы и их потомки составили к 1970-м годам значительную долю в структуре населения республики. К представителям депортированных народов, как и в прежние годы, со стороны официальных властей продолжали применяться скрытые формы дискриминации. Подобные вещи проявлялись при выборе отдельных профессий, комплектовании состава органов безопасности, дипломатической и государственной службы. Центральный комитет Компартии Казахстана принял ряд так называемых закрытых постановлений, где предусматривался целый комплекс мер по воспрепятствованию выезда лиц немецкой национальности на свою историческую родину воссоединение с родственниками. Более того, лица, выезжающие на место постоянного жительства в Федеративную республику Германия, лишались мер социальной защиты, пенсии, различных пособий. Нередкими были случаи изъятия различных документов и удостоверений личности. Но, несмотря на все чунимые препятствия, эмиграция немецкого населения на историческую родину продолжалась практически на всем протяжении 70-х-80-х годов. В эти же годы продолжалась порочная репрессивная политика слияния народов, единый советский народ с унифицированной культурой и единым языком. Недовольство вызывало то, что официальные органы, преднамеренно и целенаправленно, вытесняли из общественных сфер употребления иные языки, в частности казахские. Грубое игнорирование рационально-культурных интересов трагически отразилось на судьбах национальных меньшинств, проживавших в Казахстане. Так подавляющее большинство корейцев, особенно молодежи, не владело родным языком, в спектакле корейского театра большинство зрителей воспринимали через переводчик. Классический образец пренебрежительного отношения партийно-политического руководства бывшего Советского Союза в Казахстане, планомерная ликвидация национальных школ, пренебрежительное отношение к древним памятникам истории и культуры, преследование той части интеллигенции, которая ратовала за судьбы своего языка, литературы и искусства, привели к тяжелому состоянию казахского языка, стала утрачиваться сама языковая среда. Особенно наглядно пренебрежительное отношение к формированию кадров квалифицированных рабочих из числа казахстанцев было заметно на примере так называемого вахтового метода, повсеместно применяющегося при освоении месторождений полезных ископаемых в Казахстане. Ведомства союзного значения вели себя при этом крайне эгоистически, физически эксплуатируя природные богатства республики, нанося урон, огромный вред окружающей среде. Такие случаи имели место при разработке участка Каражанбас, кингизского нефтяного месторождения, многочисленных уранодобывающих районов Акмолинской, Кокчетавских областей. Эгоизм и диктат союзных ведомств проявлялся и в самом принципе подбора рабочих кадров. Например, в Эмбинском районе Атараусской области лишь 10-15% привозной рабочей силы являлись специалистами, тогда как остальные были из числа малоквалифицированных рабочих. Перманентный характер приняла миграция молодежи из сельской местности в города. Но молодые люди, пребывавшие в города, вновь оказались перед комплексом проблем. Они были вынуждены занимать не только самые низкие ступени социальной иерархии в силу слабой профессиональной подготовки, но и годами были вынуждены ждать квартир. Длительный произвол властей, тяжелейшие материальные и жилищные условия, развившееся отчуждение от собственности, углубили кризис всего общества, сформировали повсеместно развившуюся психологию социального иждивенчества. В 60-е и 80-е годы начинается борьба советской власти с нарождавшейся казахстанской оппозиции. Очередная попытка пересмотреть основные положения национальной политики Коммунистической партии Советского Союза в 1960-е годы была предпринята студентами-казахами, обучавшимися в московских вузах. Татимовым, Акатаевым, Ауэзовым и другими. Они создали не вполне легальную общественную организацию «Жастулпар» и занимались политической и просветительской деятельностью. Но вскоре эта организация была распущена. В новейшей истории Казахстана было вынесено немало несправедливых судебных приговоров за их инакомыслие в политическую оппозицию гражданам Казахстана. Причем состав осужденных был интернациональным. Политическая оппозиция режиму в Казахстане в 70-е-80-е годы не была массовой. В ее действиях участвовали, как правило, одиночки. В 1980-е годы альтернатива курсу Коммунистической партии была представлена такими лицами, как Кулма Гамбетов, Кажахметов, которые подвергли открытому сомнению официальные идейные доктрины и вступили в явное столкновение с аппаратом Коммунистической партии и, следовательно, с органами советской власти. Философ Кулма Гамбетов был арестован в 1962 году в городе Рудной Кустанайской области и осужден на 10 лет. Свой срок Кулма Гамбетов отбывал вместе с известными правозащитниками, диссидентами Буковским, Синявским, Гафтом. После освобождения трудился на строительстве экзопровода в Сибири, затем эмигрировал за рубеж. В 1983 году Кулма Гамбетов давал показания на международных слушаниях по вопросам принудительного использования труда заключенных на различных стройках в Советском Союзе. Длительное время он работал в казахской редакции радиостанции «Свобода» в Мюнхене, где с критических позиций оценивал экономическую, социальную и национальную политику КПСС и советского правительства. Деформации в области национальной политики, попытки ассимиляции и русификации народов, проживающих на территории СССР и Казахстана, вызывали возмущение и протесты многих граждан республики. Но лишь немногие отважились выразить свой протест открыто. Одним из тех, кто открыто выражал свое возмущение политикой властей, был композитор Хасенко Жахметов. Проживая и работая в городе Иссыке Алма-Атинской области, он в период с 1975 по 1977 годы систематически занимался самоздатовской деятельностью. Решением Алма-Атинского областного суда от 30 ноября 1977 года он был осужден к двум годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Ему также вменялось в попытку создание общественной организации «ЖАС-Казах». Вторично Кажахметов был осужден в апреле 1987 года за участие в декабрьских событиях 1986 года. Кардинальный поворот, происшедший в советском обществе в конце 1980-х годов, позволил Кажахметову получить реабилитацию. В 1990 году судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики оба приговора в отношении Кажахметова отменила за отсутствием в его действиях состава преступления. В 1975 году в Алма-Ате была издана книга Алжаса Сулейменова «Ас и я. Книга благонамеренного читателя». В отличие от многих других исследований, поэт в этой книге приходит к выводу, что великий памятник древнерусской литературе «Слово о полку Игореве» появился на границе двух этнических миров – славянского и тюркского, и в нем органично отразились реалии двух соседних культур. Но для идеологов партийной системы, твердо стоящих на позициях шовинизма и просто вопиющей безграмотности, выводы, сделанные Сулейменовым, показались кощунственными. В официальной историографии отношения Руси с восточными соседями чаще всего рассматривались сквозь призму имперского мышления. Несмотря на положительные отклики читателей, писателя Константина Симонова началась настоящая травля автора. Книгу «Аз и я» изъяли из товара оборота, библиотек запретили ее новые издания. Система готовила расправу и с самим Алжасом Сулейменовым, помогла лишь защита руководителя Казахской Республики Кунаева. Казахстана Кунаева Казахстан Кунаева было выдвинуто председателем КГБ Андроповым, присутствующие при этом промолчали. Более того, было принято решение об организации комитета по созданию немецкой автономии на севере Казахстана, который возглавил второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана Коркин. По решению комитета предполагалось выбрать Центром будущей автономии город Ерминтау, расположенный в Целиноградской, ныне Акмолинской области, с включением в ее состав ряда районов Кокчетавской, Карагандинской и Павлодарской областей. Весть о создании немецкой автономии быстро распространилась по Казахстану, особенно в северных областях. Утром 13 июня 1979 года группы казахской молодежи стали массами собираться в Центре Целинограда у площади имени Ленина. Молодежь несла в руках транспаранты «Казахстал неделим» и «Нет немецкой автономии». Вскоре демонстранты заполнили центр города. Между тем, пришедшие на площадь открыли митинг. Выступления митингующих, по свидетельствам очевидцев, были взвешенными. Они говорили, что Казахстан – это интернациональная республика, и здесь на протяжении десятилетий рука об руку трудятся казахи, русские, украинцы, немцы, татары и многие представители других народов. И непонятно почему столь важное решение принималось тайно, без широкого обсуждения. Попытки руководителей области срочно распустить митинг не удались. Выстроившись колоннами, митингующие, скандируя, прошли по улицам города. Следующая демонстрация состоялась 19 июня. К митингующим вышли председатель обл. полкома Жумахметов и первый секретарь обкома партии Морозов. Морозов все же смог заверить людей, что в области никакой автономии создано не будет. Тем не менее, люди были взбудоражены, волнение перекинулось на другие населенные пункты и области. Но через некоторое время страсти улеглись. Не произошло каких-либо крупных правонарушений, но у людей в душе остался тяжелый осадок, возникла настороженность. В административном порядке был наказан ряд демонстрантов. Руководство республики и Комитет государственной безопасности приложили максимум усилий к тому, чтобы информация о демонстрациях не получила широкого распространения. Полным молчанием обошла происходящее и пресса. Но слухи о волнениях 1979 года в Целинограде долго циркулировали в республике. Вопросы для самопроверки. В чем проявились негативные тенденции в области национальных отношений в Казахской ССР? Какова причина протестного выступления в Целинограде? Как немцы, чеченцы, греки и другие народы оказались в 40-е годы в Казахстане? Каковы были цели организации казахстанских студентов в Москве в 1960-е годы? Заполните таблицу. Первая графа. Какую цель ставили участники общества Жаспулпар? Вторая графа. Назовите людей, вступивших в открытое сопротивление советской власти в Казахстане. И третья графа. Причины событий в Целинограде в 1979 году. Еще одно задание. Ознакомившись со статистическими данными, материалом переписи 1970, 1979 и 1989 года, ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Наблюдался ли в Казахстане в эти годы прирост населения? Второй вопрос. Чем был обусловлен рост населения Казахстана в 70-е годы? Третий вопрос. Наблюдалась ли в стране урбанизация? Что этому способствовало? Четвертый вопрос. Как менялась в 60-е и 70-е годы численность русского и казахского населения? Пятый вопрос. За счет чего в 1959 году увеличивалось население Казахстана? Спасибо за внимание. Урок окончен. Продолжение следует...